И следующий бой на легчайшей весовой категории. В синий угол клетки приглашается боец из Азербайджана. Встречайте, Умут Агамира! Наступает время мухачей на 35-м турнире ММА-серии. И на легчайшей весовой категории дивизион до 57-ми килограммов. Умут Агамиров на наших экранах молодой и непобежденный боец из Азербайджана, который сегодня дебютирует в ММА-серии, да и вообще впервые дерется не у себя дома. Все свои три поединка Умут провел в азербайджанской организации UC Fighting Championship. В 2019 году он нокаутами победил Табихруза Ахмедова и Али Алиева, а в прошлом, в 2020-м, удушающим приемом расправился с Амир Хусейном Арифи. Всего три победы, ноль в графе поражений. И, как можете заметить, невысокий парень, 157 сантиметров всего его рост. Последнее время поединки именно в этой весовой категории, на самом деле, получаются очень занимательными и, как правило, с великолепной борьбой. Да, чего только стоит поединок Дэвисона Фигерео. Мы помним и Деметриуса Джонсона, как долго он царствовал в этом весе. Да, могучий мышонок, конечно, тренд заложил и был, наверное, одним из самых доминирующих чемпионов вообще. И соперником Умуда Агамирова будет Марк Вологдин. Россия 20 лет, 165 сантиметров его рост, 5 побед, 3 нокаутом, 2 поражения, 1 с Абмишиным, 1 решением и 1 ничья. Начал свою карьеру в 2018 году с ничейного результата в поединке с Маскатом Егрешевым. Затем проиграл Аятулому Минову с Абмишиным в первом раунде на первой ММА-серии в марте 2020 года. После этого понял, что нужно серьезнее относиться к делу, начал активно тренироваться и в результате в пяти последующих боях не потерпел ни одного поражения. Здорово работает в стойке, прекрасно чувствует соперника, умеет переводить и контролировать в партере. На турнире ММА-серии с 15 в нелегком бою сумел добыть победу именно благодаря работе в граунд-энд-паунд. Мастер сабмишинов из любых положений, что было наглядно продемонстрировано Марком на 27-м турнире ММА-серии в поединке с Мерламбеком Махмуджаном Улу, который Вологдин выиграл с помощью армбара. Последний свой бой Марк провел на ММА-серии 31, проиграв Кайрату Нурбаю единогласным решением судей. Поэтому сегодня ему нужно закрывать поражение, во что бы то ни стало. Марк Володин! Дамы и господа, представляем вашему вниманию седьмой бой турнира. Горилла ММА-серии с 35. Время новых героев. Бой в наилегчайшей весовой категории. В синем углу клетки боец из Азербайджана. Ему 20 лет. Его рост 165 сантиметров. Его вес 50 шелстилограмм. 300 грамм. В его активе три победы. Ни одного поражения. Представляет Юси Файтинг Клав. Встречайте, Умут Агамиров. Его соперник в красном углу клетки представляет Россию. Ему 21 год. Его рост 164 сантиметра. Его вес 56 килограмм. Представляет клуб смешанных единобор Сечпро. В его активе пять побед. Два поражения. Одна ничья. Встречайте, Марк Володин! Рефери в клетке Алексей Касаткин. Алексей Касаткин рассудит данный поединок. Итак, Умут Агамиров против Марка Володина. В синем углу Умут. Марк, соответственно, в красном. Поединок начинается. Марк занимает центр. Джеб. И, как всегда, очень много перемещений в этой весовой категории. Хорошие скорости. И попадает здесь Агамиров. Да, и попал достаточно неплохо. Хайкик. Почувствовали силу друг друга спортсмены. Очень хороший лоу-кек от Володина. Вновь дистанция. Удар справа от Марка. И открытые ладони держит Марк постоянно. Нужно быть довольно аккуратным, чтобы не ткнуть в глаз сопернику. С прихватом действует Умут Агамиров и проводит тейкдаун. Но тут же поднимается Вологдин. Кто окажется сильнее в борьбе. Очень сложно бороться с Марком. Но при этом Умут уверен в своих силах. Которые он не жалеет. Еще на попадание вновь борьба. Опять был точен Умут Агамиров. Забирает сейчас корпус. Отсюда можно и бить. Посмотрите, с каким напором действует Умут Агамиров. Марк поднимается. Пусть и с большим трудом хотел сделать вывод из равновесия влево тебя в сторону. И продолжается у нас очень активная борьба, как и предполагалось. Очень интересная борьба. Кто же выйдет победителем из нее? Поджимает к сетке. Сейчас Умут Агамиров, своего соперника, наносит удар. По-моему, локоть он включил. Да, все в рамках правил. Колено. Здорово. Но отдает таким образом ногу. И оказывается на спине. Хавгард. Который очень близок к полному маунту был. Аптиками угрожает. Но не бьет. Пока Вологдин. И вот с таким локтем заходит в следующую атаку Умут. Наносит еще несколько ударов Агамиров. Как бы все силы не потратить. Здесь есть риск треугольника или рычага локтя со стороны Вологдина. Но уже боковой контроль. Да, не получилось. Середина раунда. Будет ли переходить в полный маунт? Да, это и происходит. Маунт, причем, становится довольно высоким. Пытается сбросить Вологдин соперника. Пока не получается. Хороший контроль у Агамирова. Продолжается активная борьба. Наносит удар. Агамиров ожидает. Мимо. Дважды. Последним ударом зацепил, но вскользь. Так или иначе, эту борьбу Вологдин однозначно проигрывает. Гард закрыт. Да, пока ничего не может сделать Марк Вологдин со своим оппонентом. Просто принимает этот вызов и старается работать со спины. Действительно, сколько сможет работать вот в таком высоком темпе Умута Гамиров? Отталкивает от себя Марк Вологдин. И поднимается. Удается ему это. Колено. Руки подотпустил немного Агамиров. И здесь опять Тейкдаун навстречу. Такое ощущение, что Марк Вологдин просто оказался не готов к этой мощи, которой располагает Умута Гамиров. Причем сейчас Тейкдаун получился очень легко. Фактически Марк Вологдин сам себя перевел. Нужно было всего лишь использовать инерцию его тела. С чем прекрасно справился Агамиров. Но сейчас стойка. Поединок возобновляется. Да, возможно функционально все-таки Агамиров просел. Промахивается Вологдин. Тоже заряжается он на одиночный удар. И тут же идет на него вперед Умута Гамиров. Вновь партер. Попытка перетянуть рычаг локтя со стороны Марка. Будет слэм. Да, он происходит. На прием продолжается. Тянуть нужно Марку. Да, и вытягивать эту руку на прием. Это его шанс. Пока не удается. Но нет. Треугольных не стал. Даже пытаться проводить. Отдал позицию. Раунд закончен. Ничего еще не ясно в этом противостоянии. Но при этом раунд определенно забирает Умута Гамиров. Смотрим статистику. 14 точных попаданий у Умута. 12 у Марка. Роскошные были амплитудные тейкдауны. И был даже слэм. Сейчас очень важно восстановиться. Возможно, как раз перелом в этом поединке наступит именно во втором раунде. Ну и вопрос, конечно, насколько готов сейчас Умута Гамиров в таком темпе работать, продолжать. Идти в атаку на соперника. Переводить его, контролировать, выбрасывать мощные удары, вкладываться в каждый из них. Франккик от Марка Влагдина. Пытался прихватить ногу. Умут не получилось. Старается держаться Гамиров на дистанции. Довольно длинной. Пока весьма осторожное начало. Проход в ноги. Хороший перевод от Влагдина. И вот здесь уже необходимо работать максимально активно, чтобы рефери не вмешивался. Будет ли обходить защиту Марк? Позиция гарда. Пока Марк просто обрабатывает корпус. Не оттягивается. К активности призывает Алексей Касаткин. Очень осторожные хаберфисты. Снова по корпусу. Я думаю, что рефери может и поднять. Полный маунт отдает спину. Будет и переходить на удушающий. Пытается это сделать. Марк Влагдин. Или там берет руку. Да, пытается прибрать руку. Марк. Хотя здесь, кстати, и на омоплату можно было бы выйти. Только не на дальнюю руку, а на переднюю. Но нет, мы видим, что вытягивает все-таки Марк. Да, хочет он очень именно рычаг провести. Видимо, это его излюбленный прием. Здесь опять с ударом не получается. И ввалится вперед фактически Умутагомиров. Корпус-голова. Снова переводы. По этажам работа. И локоть включает Умутагомиров. Ну что ж, первые полторы минуты забрал Марк. Сейчас пытается реваншироваться. Умут отдает шею. Марк Влагдин. Опасное положение. Колено выбрасывает Умутагомиров. Хороший получился удар. Да и вообще яркий эпизод. Очень много желания у бойцов. Пытается опять навязать борьбу Умут. Оказываются бойцы у сетки. Перевод не последовал. И вот теперь снизу опять Умутагомиров. Вологдин. Там проблема действительно с левой перчаткой у Агамирова. И возможно следует даже на секунду остановить встречу. Пытается отбросить Марк Влагдин соперника. Ему это удается. Поднимается. Это только второй раунд. Какой бросок через бедро проводит Умутагомиров? Бойцы снова на канвасе. Сверху Умутагомиров. И опять будет пробовать рычаг локтя. Нет. Влагдин ничего не получается. Ко всему Умутагомиров готов. Боковой контроль. Можно попробовать отключить руку, но выбирается. Вологдин. Здесь и на север-юг можно зайти. Но предпочитает наносить удары. Умутагомиров сверху. Подключает локоть. Только один раз удалось пробить. Несколько раз Умутагомиров был в очень удобном положении для того, чтобы на него набросили треугольник. Но нет, Марк, Влагдин этот прием пока не жалует. Ну и вот сейчас Вологдин пытается работать снизу. Просто показывать, обозначать удары. Умут пока взял паузу на восстановление. И разводит уже руками Вологдин. Дескать, почему не поднимаете? Да, совсем мало времени. И некоторые удары все-таки прилетают в голову Вологдино. Рефери ставит в стойку. Но там осталось, правда, 15 секунд всего. Колено. Вот это да. В унисон мы с тобой отметили этот удар. Все, раунд закончен. На мажорной ноте однозначно его завершил Марк Вологдин. Хотя больше доминировал с точки зрения контроля у Мутагомиров. Начало было тоже за Марком. Активнее работал. Статистика вот на ваших экранах. Интересно, конечно, как оценивают каждый эпизод судьи. То, что больше предпочитает. Были мы... Были и броски мы видели в исполнении у Муда Агомирова. Ну, по трейкдаунам он точно идет. Контроль сверху. Но при этом у Марка Вологдина были неплохие удары. Точные. Но я бы отдал, если честно, второй раунд все равно у Муду. Ну, зато мы и не судьи. Есть специалисты, которые все считают, все записывают. Итак, третий, заключительный, решающий раунд. У Мутагомира против Маркова Вологдина. Смотрим. Справа попадает здорово у Мутагомиров. Бодрое начало от бойца из синего угла. Попытался еще раз такой же удар донести до цели у Мут, но не вышло. Видно, что силы уже покидают. Азербайджанского бойца. Причем эти вот кардио проблемы у него наблюдаются с конца первого раунда. Но каждый раз он где-то изыскивал ресурсы на борьбу, в первую очередь. Марк поддавливает лоу-кик. Вологдину нужно, безусловно, забирать этот раунд, если он хочет приблизить себя к победе. Хотя и этого может не хватить. Еще один лоу-кик от Марка. Пропускает Марк. Здорово с прихватом ноги работает Умутагомиров. Но мы видим, что в его арсенале к третьему раунду остался один правый оверхенд, по сути. И колоссальное желание перевести все в борьбу. Да и уже и желание перевести-то и нет. Оно, может быть, и есть, просто он не видит попыток даже зайти в эту самую борьбу. А вот сейчас ошибается Вологдин. Отдает шею, там неужели удушающий пройдет. Занимает доминирующее положение Марк. И он сразу в полном маунте. Сейчас необходимо активизироваться Умутагомирову. Иначе все может не очень хорошо для него закончиться. Необходимо отлепиться от соперника. Вологдину. Это шанс для Марка. Нужно ударно провести третий раунд. Мастит Умутагомиров. Но необходимо бить, иначе рефери вмешается и поднимет стойку. Ну, как правило, вообще позиция маунт и бэк маунт очень редко, когда поднимают рефери, потому что они, в принципе, опасные. Но если ничего не происходит. Но если уже совсем ничего не происходит, то тогда вмешиваются. Вот как сейчас. Очень выгодная позиция была у Вологдина. Середина третьего заключительного раунда. Удар справа. Вообще, Умута вкладывался почти в каждый удар в этом бою. Попытка провести трейкдаун. Докручивает все-таки Умутагомиров. Оказался сверху. И активно начинает работать именно Вологдин. Вбрасывает удары. Умут очень устал. И здесь, может быть, будет еще одна попытка провести рычаг локтя. Дважды он уже не получался. Попадает еще раз Умутагомиров. Снова возвращаются бойцы в центр. Продолжает напирать Вологдин. Очень опасно шли головами на встречу спортсмены. Хоккейк. Проход в одну ногу от Марка. Да и видно, что у Вологдина просто больше сил осталось. Да, функционально лучше готов. Явно Марк Вологдин. К трехраундовому поединку. Диагональ. И сейчас грузит корпусом. Хорошее положение у Марка для того, чтобы развивать успех. И есть еще минута времени в этом бою. Можно работать локтем на коротке, но необходима амплитуда. Ну и опять мы видим тычки сверху от Марка. Ну что ж, в этом раунде, скорее всего, выигрывает Вологдин. Пока. И главный вопрос будет заключаться в том, кому отдали вторую пятиминутку. Старается быть активным Марк, но удары явно не акцентированные, и рефери поднимает в стойку. С большим трудом поднимается Умут. И вертушка вот такая красивая, эффектная, креативная, какая угодно. Но ничего она не приносит в итоге Вологдину. Бой завершен. Ярко попытался закончить Марк Вологдин. И здорово было бы, если бы попал. Но ключевое слово «если бы». Статистика говорит о преимуществе Агамирова. Особенно с точки зрения тейкдаунов. Смотрите. Цифра впечатляет. Третий раунд определенно за Марком остался. Но давайте послушаем, как судьи определили, кого определили победителем. В седьмом поединке турнира «Горилла ММА серия С-35». Время новых героев победу. Единогласным решением судейства одержал боец из синего угла Умут Агамиров. Единогласным решением судей победу одерживает Умут Агамиров. Наше поздравление. Потому что сделал Марк Вологдин в третьем раунде оказалось недостаточно. Да, то есть только первый и второй раунд остались за Умутом Агамировым, а третий остался за Марком Вологдином. Так как ты запускал Марка, его, наверное, еще никто в жизни не запускал. Отличная борьба, особенно первый раунд. Почему после первого раунда ты, как бы, ну, такое чувство было, как будто ты не сможешь продолжить бой, откуда взял силы? Он говорит, что у меня учет, он сейчас нет из здесь. Но я все равно благодарю ему, он все научил меня. И этот бой я превышаю своим дядю. Очень благородно. Спасибо большое. Думаю, что не будем тебя больше отвлекать. Очень крутой бой. С победой тебя. Поздравляем. Умут Агамира в Азербайджан. Спасибо большое. Спасибо. Абсолютно все силы в этом поединке отдал Умут Агамира. Очень много он их потратил именно в первом раунде. Шикарные броски были в его исполнении. Да, максимально активно он работал. Действительно, очень акцентированно старался пробивать в каждом эпизоде. Да, очень ярко провел первые и вторые раунды. Хотя второй, опять же, мы отмечали, что был под вопросом. Но судьи увидели его победителем. И все справедливо.